Я постараюсь быть предельно кратким, потому что времени у нас немного. Скажу, что этот фильм по-разному интерпретируется. Основная его мысль. Некоторые говорят, что здесь скрыта сатира, богемы или современной западной культуры. Некоторые говорят о том, что здесь есть ностальгия по ушедшей культуре, колыбелью, которая является Рим. Некоторые говорят, что здесь есть ощущение пустоты и никчемности существования, которое выражается главным героем этого фильма. Все эти мотивы, в общем, наверное, присутствуют, но мне кажется, что главное высказывание не в этом состоит. И фильм, несмотря на то, что он грустный, но оптимистичный. Начинается фильм с цитаты из Луи Фердинанда Селина о путешествии. В путешествии будет воображение, и, в принципе, путешествовать оно хорошо. Там такая цитата, и это может делать любой человек, там говорится. Все, что последует дальше, это воображаемые истории и так далее. То есть вот этот эпиграф, он, собственно говоря, показывает или задает тон фильму, который представляет из себя, безусловно, путешествие. То есть вот этот наш герой, основной герой, писатель, он путешествует. И заключительные кадры фильма, когда нам показывают Тибор и разные мосточки, они, собственно говоря, мне кажется, так образно это путешествие изображают. То есть фильм соткан из очень маленьких, небольших таких эпизодов, где герой оказывается в самых разных ситуациях, встречается с самыми разными людьми. И попадают в самые разные сферы, сферы жизни. Среди этих людей есть бизнесмены. Понятно, что присутствует богема. Присутствует богема, и с искусством он сталкивается, с разными его проявлениями. Акционизм. Или девочка, которая рисует картину, вы помните, плача, можно сказать, инфантильное искусство. Фотограф, который делает выставку. То есть он оказывается в самых разных сферах и сталкиваясь с разными людьми, например, один из его соседей, он разыскиваемый преступник, одна из его подруг, она марксистка, то есть это идеология, один из его друзей, он бизнесмен, продавец игрушек. Каждый из них оказывается представителем некой сферы. И язычник бы сказал, что он, собственно говоря, наш вот этот главный герой, он путешествует из одной сферы в другую, как бы оказываясь в сфере влияния разных богов, так можно было бы сказать. И вот эти его путешествия, из которых, собственно, соткано все это полотно, вроде бы не имеющих сюжета, они осуществляются в Риме. Рим действительно колыбель европейской цивилизации с всеми, я не буду сейчас перечислять, все архитектурные памятники или памятник культуры и искусства, которые присутствуют в этом фильме. По сути дела, вот такое путешествие, оно задает двойную сетку координат, то есть с одной стороны оно синхронно, а с другой стороны оно диахронно, причем это диахрония, то есть многомерность временная. Она создается не только вот этим пространством Рима, который в себя включает самые разные памятники разных эпох искусства, но и памяти самого главного героя, который как бы путешествует не только в пространстве, но и во времени, во времени своей памяти или во времени культуры. Я не назвал еще, конечно, религия здесь присутствует, да, очень ярко и представлена даже двумя персонажами. Но в любой сфере, где он оказывается, действительно присутствует, ну, самое разное, вообще-то говоря. То есть в любой сфере есть элементы пошлости, глупости, бессмысленности, ну, чего-то смешного, чего-то жалкого, ничтожного. В каждой из этих областей это присутствует. Но вместе с тем, то, что появляется у этого героя по ходу развития фильма, это то, что в каждом из этих, каждой из этих сфер он улавливает вот тот элемент красоты, о котором он говорит в самом конце. Ведь в самом конце он говорит о чем? Он говорит о том, что вот человек живет, вот это бла-бла-бла-бла-бла в шуме, где действительно есть какие-то блесточки красоты, которые не слышны и не видны за вот этим самым шумом. А его, собственно говоря, задача была, как он говорит в самом конце, это найти великую красоту. Великая красота — это идеалистическое понятие, понятие, которое характерно, возможно, для развития всей европейской культуры. Мы ищем великую красоту, великую любовь или еще что-то великое, то есть некий идеал. Он говорит, я этого не нашел. Все его путешествие, оно, собственно говоря, вскрывает элементы, маленькие элементы, блесточки красоты в любой из этих сфер. Неважно, какие люди здесь представлены, старые, молодые, вы заметили, что на верчевинках, мне кажется, специально присутствуют и те, и другие. Есть жизнь увядающая, есть смерть, есть, и он сталкивается, да, то есть есть целый эпизод, где он сталкивается с смертью, причем смерть — это двойная. С одной стороны, это смерть Андреа, такого сумасшедшего юноши, а с другой стороны, это смерть Рамоны. Мы можем думать, по каким причинам она умерла, да, то есть она покончила с собой, то ли потому, что она как раз боялась потерять свою красоту, все свои деньги она тратила на то, чтобы эту красоту сохранить, но поняла, что сохранить ее невозможно, то ли потому, что она поняла, что ей не удастся сохранить любовь, у нее вроде бы возникла любовь к нашему герою, и она поняла, что эту любовь сохранить невозможно. Могут быть разные причины, но и Рамона, и вот этот юноша сумасшедший, по сути дела, устремлены к какому-то идеалу. Собственно говоря, устремление к этому идеалу, оно и ведет к тому, что они кончают с собой. Если про юношу говорить, вы помните, он говорит о чем? Он говорит, ну, Пруст пишет, что смерть может наступить после обеда, а Тургенев пишет, что смерть взглянула на меня и узнала. И наш герой ему говорит, ну, ты не надо так серьезно к этому относиться. Он говорит, а как же относиться, если не серьезно? Как я могу иначе относиться к Прусту? К Прусту можно относиться только серьезно. Литература здесь является выделенной частью, потому что сам герой является литератором, и литература оказывается в каком-то смысле выделенным жанром искусств из всех тех, с чем он сталкивается. Так вот, мне кажется, что главная мысль, которая выражена, собственно говоря, за счет сопоставления начала путешествия и конца, состоит в том, что он же приходит к какому-то моменту, когда он готов снова писать. А почему он готов снова писать? Великую красоту вроде бы он не нашел. А что он нашел? Возможно, он нашел великую красоту только. Теперь великая красота, она в другом. Она заключается в том, что весь этот винегрет того, что он встречает в жизни, смерть, жизнь, старость, убогость, глупость и так далее, все это вместе оказывается для него в каком-то смысле великой красотой, которую, собственно говоря, можно на данном этапе развития культуры, возможно, нам хочет сказать режиссер и сценарист, что на данном этапе развития культуры поиски идеала закончились. Мы не можем искать этот идеал. И мы не можем сказать, что то искусство, которое творилось раньше, оно лучше или хуже того, что творится сегодня, несмотря на то, что это все, ну вот женщина, которая акционистка, она концепт, а концепта у нее нет никакого. Девочка хочет играть в куклы, а ее заставляют красить и зарабатывать деньги. Такая вот ерунда. Но, возможно, она была всегда такая ерунда. Неизвестно, кто там и как строил эти прекрасные здания, неизвестно, кто и как, и при каких обстоятельствах рисовал портреты или скульптуры, которые соединяются сегодня с, собственно, этим современным искусством. Взгляд Джеппа – это взгляд, который поднимается над этим, поднимается как раз над разочарованием и тоской, в отличие, например, вот его друга Романа, сценариста, который говорит, все, я ухожу, я разочаровался в Риме. Разочаровался в Риме – это, на самом деле, по ходу этого фильма, это, вы помните, сам Джепп говорит, что я разочаровался, это, на самом деле, во мне разочаровались. То есть разочарование во мне, оно, собственно говоря, является отражением разочарования в чем-то. А Джепп как раз оказывается персонажем, который не разочаровывается. Не разочаровывается, но относится с легкостью в итоге, приобретает эту легкость, легкость отношения к самым разным проявлениям жизни и смерти. То есть к самым разным проявлениям. И вот в этом обилии, в этом калейдоскопе различных проявлений и видит новую, ну, для себя открывает великую красоту. Это, мне кажется, то, что, собственно говоря, является главной мыслью этого фильма. И, конечно, можно было бы подробно говорить о каждой из этих сфер, о встрече с каждым из представителей этой сферы. То есть, например, один из важных мотивов – это его любовь, первая любовь. И его встреча с Альфредом, который представляет из себя такого идеального мужа, в каком-то смысле. Ну, он муж, он больше никто. Он даже не отец. Говорит, я не мог быть отцом. Но он прекрасный муж. Ну, этот прекрасный муж умерла, он поплакал. Вот у него теперь новая женщина, тоже что они будут делать? Ну, она погладит белье, поужинает и лягут спать. И Джип говорит, какие вы милые. И для него этими милыми оказываются все, более-менее. Почему они оказываются милыми? Потому что, в принципе, несмотря на вот всю убогость того или иного, той или иной стороны жизни, кардинал, который раздает кулинарные рецепты, или сестра Мария с корнями, которые очень важны и так далее, они все оказываются для него проявлениями жизни и смерти одновременно. То есть некого вот такого нашего существования на фоне той культурной традиции, в которой он, собственно говоря, европейской культурной традиции. И элементы красоты есть во всех этих проявлениях. Он говорит, люди, посмотрите, я не стал писать книгу. Почему? Потому что, ну, посмотрите на этих диких животных. Помните, да, этот эпизод? То есть у него все время есть разные объяснения, почему он не писал книгу. Потому что он находится в разных сферах. И в разных сферах ответ, почему он не писал, он разный. Посмотрите на этих диких животных. Конечно, я не мог писать для них. Ну, а с другой стороны, дикие животные прекрасны. Жираф великолепен. Фламинго восхитительный. Вот, мне кажется, я, собственно, начинаю повторяться. Я основную мысль сформулировал. Как мне кажется, вот это является пафосом этого фильма. И можно подробно детализировать каждый из эпизодов и каждого из персонажей, с которым сталкивается Джеб. Но я, наверное, на этом закончу. И с удовольствием предоставлю слово Всеволоду Коршунову, который нам сейчас что-то расскажет про этот фильм. Еще, дорогой Ури, я, если позволите, сяду. Силь, на самом деле, не такой сложный для интерпретации, хотя не так уж и совсем просто он устроен. Мне бы хотелось начать с рецепции, то есть то, как был фильм воспринят. Дело в том, что международная критика была более-менее единодушна. Шедевр, замечательные произведения итальянского кино. Наконец-то итальянское кино возродилось. Наконец-то, поэтому и европейские награды, поэтому и Оскар в номинации лучший фильм в иностранном языке. А вот родная итальянская критика была совсем не единодушна. Потому что, да, часть говорила, конечно, наконец-то, замечательная картина. Да. Другие страшно ругали Сарантино или выказывали свое недовольство. Во-первых, слишком уж огламуренный Рим, слишком уж открыточный. Ровно таким Рим и Италию представляют иностранные, особенно американские туристы. Нет никаких реальных итальянских проблем, ни социальных, ни экономических, ни политических. Все такое вот карамелизованное, намеренно карамелизованное. Другие говорили, что наоборот, слишком упаднические настроения, слишком грустно. Нет, все не так у нас убого и ужасно, да, в нашем прекрасном итальянском государстве. Третий, или там уже четвертый, получается, ругали Сарантино за то, что он слишком уж обильно отсылает к итальянскому кино, к классике итальянского кино. Здесь огромное количество прямо гроздья отсылок. И это делает его картину невозможно претенциозной. Невозможно претенциозной, потому что по сравнению со всеми этими великими картинами, априори Сарантино проигрывает. Как можно с ними соревноваться? И это понятно, вот эта вот сложность отношения к великой красоте, она очень симптоматична, потому что фильм устроен так, что он вызывает у вас какое-то странное ощущение, довольно неустойчивое ощущение. Потому что не очень до конца понятно, он смеется над всем этим, или он действительно умиляется, восхищается, восторгается чем-то. Дело в том, что вот это ощущение неустойчивое, оно возникает из-за главной интонации, которую в фильме взял Сарантино. Это ироническая интонация, а ирония, как известно, это скрытая насмешка, когда с одной стороны нам говорят какой-то комплимент, но на самом деле там какая-то вот такая пилюля. И вот эта двухуровневая или даже многоуровневая такая система дает ощущение неустойчивости и до конца не очень понятно, сейчас мы еще эти образы разберем, да, вот те же фламинго, та же старуха, которая поднимается на святой лестнице, что это такое, да, это вообще он на чьей стороне, он за фламинго или против фламинго? Ему нравится старуха, которая поднимается по лестнице или не нравится эта старуха? Ну и так далее. По поводу каждого образа вот есть это двух-, трех-, четырехсмысленность. Когда фильм вышел в России, были модные разговоры среди критиков, что название «Великая красота» является неточным переводом, и, наверное, правильно было бы назвать фильм «Красотища». «Красотища», чтобы как раз эту иронию и подчеркнуть, потому что название тоже обманка. «Великая красота», да, как оно, ну, опять же, и претенциозно, и пафосно, и высокопарно. «Красотища» — это вот как-то совсем про другое, да. Но, значит, мне кажется, я, конечно, вот на стороне названия «Великая красота» объясню, почему. Потому что в названии «Великая красота» заложен один из многочисленных кодов. В фильме огромное количество отсылочных кодов, и один из них уже заложен в грамматике названия. «La grande bellezza», «La dolce vita». То есть даже вот грамматически они очень созвучны. Даже по-русски «Великая красота», «Сладкая жизнь». Эфелине, его картина «Сладкая жизнь», один из главных референсов, один из главных фильмов, с которым работает Соррентино. Один из, их там огромное количество, но, пожалуй, вот который больше всего на поверхности. Здесь вы можете найти огромное количество отсылок, какие-то я, может быть, назову. Ну, например, «Рамони» наш герой говорит «Покажу тебе чудище морское». Это, конечно, отсылка к финалу Леонида Ильича Вита, когда героя встречают после этой оврки в замке. Ну, как бы в замке, в условном, да. Встречают этого такого левиафана морского монстра, морское чудище. И это такой очень тревожный у Феллини образ, очень такой странный, который показывает некую, ну, он в том числе и про некую непознанность всего того, что происходит и есть в мире. С другой стороны, это тревожный образ, который показывает и само состояние Марчелло Рубини, главного героя, потому что этот монстр, он то ли живой, то ли мертвый. Он вроде как мертвый, но глаз у него открыт, как и наш персонаж, как и все остальные персонажи этого фильма, Феллини. Здесь у Соррентино это как раз более простая вещь. Это чудище морское, часть индустрии развлечений, какой-то консумеристской модели. Все здесь очень просто. Ну, или, например, можно вспомнить антиклирикальный дискурс во сладкой жизни, Христос которого, статую Христа, которую несут на тросах, привязанных к вертолету, значит, чудо Мадонны, которое является просто хорошим пиар-ходом. Здесь это огромное количество монашки и в ресторане монашка на приеме у хирурга пластического, это сам хирург пластический, вообще как будто причастие такое совершает, и вместо этих просфорок такой чик-чик, укольчики такие, да? Укольчик, укольчик, укольчик. Здесь персонажи рифмуются, например, Ориетто, которая играет звезда итальянского кино Изабелла Феррари, это миланская скучающая дама, она появляется на одной из первых вечеринок, у них такая ночь, они гуляют по Риму, там также звучит тема фонтана. Между прочим, да, только вне фонтана Дитреви в «Слабкой жизни», а фонтан на площади Навона, вот, то есть тема фонтана, понятно, она не купается, как Анита Эгберг. Фонтане как «Слабкой жизни», тем не менее, тема фонтана. Более того, если искать какой-то референсный образ, конечно, здесь будет, точнее, не Сильвия, не Эгберг, а Анук Эме, которая играет скучающую буржуаску Маддалену. Так и наша Ориетто, скучающая дама, которая не может отдаться какому-то чувству. Помните, я не хочу быть ни в чем искушенной, она вот хочет, ну, вот такая серединка наполовинку, она не хочет отдаваться ничему. Те же локации, набережная Тибра, «Слабкой жизни», там происходит ссора с Сильвией, с женихом, здесь прогуливается джеб, термы каракалы, там происходят танцы, дискотека, здесь в термах каракалы происходит этот трюк с жирафом, то есть те же самые, ну, многие из тех же локаций филиниевских. Но самое главное, конечно, это название, потому что в названии у Филини очевидна ироническая дистанция. Понятно, что Филини ни в коем случае не солидаризируется с этой сладкой жизнью. Он как раз ее препарирует, потому что она ему неинтересна. То есть, ну, как интересно, но он с ней не солидарен, она ему не нравится, и, собственно, «Сладкая жизнь», само название, это, конечно, отсылка к кино «Телефонебьянки», «Белые телефоны», кино фашистского периода, показывающего сладкую, красивую жизнь. Прекрасные виллы, прекрасные кровати с шелковыми простынями, с прекрасными дивами в мехах, с белыми телефонами, и провода такие длинные, что вообще был нонсенсом для того времени, для 40-х годов, 30-х, 40-х годов. И провода тянутся прямо к кровати. Вот это все, конечно, такая ирония Филини по поводу возвращающегося в то время возвращающейся интонации кино «Белых телефонов». А что это за время, когда делается «Сладкая жизнь»? Это время выхода из кризиса, экономического чуда, розового неореализма, что Филини не очень симпатично. И, между прочим, один из сценаристов картины Энио Флаяно прямо говорит, мы хотели показать современного молодого человека, неважно, журналист он или нет, в столкновении с низменной действительностью. Это «Сладкая жизнь» для них с низменной действительностью, которую нельзя не замечать, ибо печать, само кино, телевидение, социологи и моралисты только и делают, что показывают. И эта «Сладостная действительность», она приятна, она нравится и убаюкивает. И это убаюкивание, конечно, фашистское убаюкивание в контексте 30-40-х годов. Очень не нравится Филини и Флаяно и авторам картины, и они с этим работают. Так вот, если в «Сладкой жизни» есть, помимо этой иронической дистанции, некое еще сочувствие персонажа, у Соррентина, конечно, чистая дистанция, сочувствия почти никакого нет, и такая холодная отстраненность в фильме. То есть само название «Ля Гран де Белец», оно уже двухуровневое, потому что оно отсылает к «Сладкой жизни», которая уже двухуровневая. «Великая красота» — это название, которое, наверное, не стоит совсем-то уж всерьез воспринимать. Оно скорее вот в кавычках. Сама грамматическая отсылочность к «Сладкой жизни» эти кавычки незримые нам показывает. Не знаю, понятно ли, что я имею в виду. Конечно же, помимо «Сладкой жизни», так очевидная такая точка опоры, здесь Соррентина работает не только с этой картиной Филини, но и с Римом, например. Вот эта сцена приема у Святой Марии похожа очень на сцену показа Мотт. В Риме сама структура, вот такой набор новелл, цепь эпизодов тоже наследует Риму. Здесь, конечно, есть кое-что и от «8,5». Сам мотив творческого кризиса, автор в творческом кризисе. «Кардинал в термах» у Филини здесь превращается в кардинала кулинара, в экзорциста кулинара. Вот тоже ироничное очень такое сочетание. Однако, конечно, не только Филини является точкой опоры для Соррентино. Вот в этих отсылочных пластах от Маничелли и Феррери до Антониони, в частности «Ночь Антониони» можно разглядеть. Но важнейший ключ — другой фильм, потому что между «Великой красотой» и «Сладкой жизнью» есть очень важная картина. Итальянскими зрителями она в большей степени ощущается. Это некий перевалочный пункт, очень важный. На мой взгляд, она в большей степени работает как некая базовая система координат, нежели «Сладкая жизнь». Это «Терраса» и «Терраса» — фильм 80-го года, который называют новой «Сладкой жизнью». Когда она выходит, ее называют вторым продолжением, вольным ремейком «Сладкой жизни». Там очень похожая конструкция. Там вновь эти вечеринки, какие-то встречи, какие-то люди и ощущение потери связи с реальностью. Что происходит с Марчелло Рубини вот спустя, там, сколько? Получается, 21 год. Да, вот что с ним происходит? Он полностью потерял связь с реальностью, он постарел. Он постоянно чувствует то, что он уже не связан с этим миром, он не чувствует эту связь. Вот там постоянно говорится, например, чувствует себя старым. Речь идет о крахе иллюзии надежд, разрыве с новой реальностью. Это я уже цитирую фильм «Великая красота». Там очень много отсылок именно к этому, не даром. Все основные персонажи, а не персонажи возраста террасы. Возраста персонажей террасы, но не «Сладкой жизни». Это важно. Тут много отсылок таких буквальных, например, рамонов в бассейне на круге. Очень знаменитые кадры. Это, конечно, отсылает нас к образу Уго Тоньяци в фильме «Терраса». Он также на круге в бассейне плавает, на таком смешном. Сама структура фильма очень интересная. И они коррелируют друг с другом, потому что как устроена терраса. Мы видим одну и ту же вечеринку. Там такая женщина появляется в таком свободном платье и говорит «Эпронто, все готово, пойдемте, столы накрытые». И мы пять раз слышим это. То есть каждый раз мы слышим какие-то обрывки фраз, уходим за каким-то из персонажей, но время вновь возвращается к этой точке. «Эпронто, все готово, и пошлите пить и закусывать». И время как будто остановилось в террасе. Это важно. Оно как будто не может прорваться через эту петлю. И если мы посмотрим на эти те же пять, кстати, вечеринок у Джепа в фильме «Великая красота», их ровно пять, они представляют собой какое-то единое, одно событие. Они, правда, трудно развлечимы, согласитесь. Это как будто одна и та же вечеринка просто разрезана на кусочки. Вот ощущение петли времени дает как раз это такая структурная отсылка к террасе скола. Это важно очень. Остановившееся буксующее время. И сами персонажи, конечно, в большей степени здесь отсылают нас к террасе, нежели к сладкой жизни. Но вот что мы можем здесь сказать. Например, сам Джеп – это, конечно, скорее парафраз героя Трентиньяна, сценариста, который в «Кризисе» том же самом Романо. Кстати, это смешно. Романо – это римский, под которого Рим выдавил, под который из Рима уехал, который не римлянин. Вот Романо, он, значит, можно его считать парафразом героя Мастрояни, журналиста, которого буквально выгоняют из редакции. Леоло – это такой делец, который игрушками торгует. Парафраз героя – дельца от кинематографа, который играет Таньяцци, продюсера. Дадина – это вот, значит, глафред маленького роста. Это парафраз героини Гравины, Карла Гравины. Это такая эммансипе, которая добивается своего сама, без поддержки мужчины. В этом маскулинном, таком патриархальном итальянском обществе – это очень важный образ, очень важный для итальянской культуры вообще. И Дадина – скорее такая уже состарившаяся героиня Гравины, или повзрослевшая, зрелая героиня Гравины. Ну и так далее. Там можно еще находить какие-то точки опоры. Если мы соединим персонажей сладкой жизни и персонажей террасы, то мы, в общем, увидим полный комплект персонажей великой красоты. Самое интересное, что, конечно же, в «Сладкой жизни» Феллини было бы большой ловушкой считать все, что происходит, только внешними событиями. Конечно, Феллини интересует та самая сатира на общество «Сладкой жизни», которое мы видим в картине. Однако Феллини интересует не только внешнее, но и внутреннее, а может быть, не столько внешнее, сколько внутреннее. И мы можем интерпретировать сладкую жизнь всех персонажей, которые видят Марчелло Рубини, который играет в Марчелло Мастрояне, некими образами его собственной души, инструментом овнешнения того, что происходит в нем самом. Ну, условно говоря, скука Магдалены, витальность Сильвии, рефлексия Штайнера. Финал с «Морским чудищем» Левиафаном – это не просто про неслышимость персонажа, но и неслышимость самого себя. А Паула, та девушка, которая к ним кричит, но не слышит, как будто он сам, какая-то такая чистая детская часть его души. Вот здесь мы можем также этот принцип использовать, и мы тогда увидим, что перед нами его же, Джеппо, бесплодные попытки реализовать себя в образе Романо. Цинизм, такое делячество от Лелло, дружеское начало, самоирония от Дадины, контролирующий материнский образ от Виолы. Кстати, нам интересно, что Виола, мать Андрея, от того самого Андрея, который покончил с собой, это такая изнаночная, изнаночный культ Мадонны. Здесь, наоборот, Мадонна задавила Христа, Христос покраснел буквально от того, потому что он не может соответствовать мамочкиным ожиданиям. Здесь вот такой, ну, прям, почти издевка над очень важным для Италии культом Мадонны. Кстати, этого Андрея Христа играет ныне очень крупный итальянский артист Лука Маринелли. Тогда еще не очень, может быть, значимая роль его карьеры, но очень яркая, безусловно. Ариетта – та же скука. Рамона – страх старости, смерти, ненужности. Даже этого соседа Джулио Монетто мы можем интерпретировать как страх разоблачения. Вот все это можно воспринимать как части его души. А кого здесь нет среди этих персонажей? Нет Штайнера из «Сладкой жизни». Я согласен с Андреем Плаховым, который говорит, что этого Штайнеровского начала, рефлексирующего, с одной стороны, и решительного желания покончить с этим бессмысленным существованием, его здесь нет. Сам Джеб сам про себя говорит, что я скорее чувственное начало. Я был рожден, чтобы чувствовать. Он про контакт с миром, такой скорее чувственный, нежели интеллектуальный. И мы перед нами, то есть мы буквально видим это исчезновение мира, в котором живет Джеб. Иссекание, вычитание всех этих персонажей. Они постепенно исчезают. Значит, все начинается с Ариетты, она уезжает в Милан. Потом после скандала исчезает из их круга Стефа, кончает с собой Андреа, уезжает в Африку Виола, погибает Рамона, уезжает Роману, Монету забирает в тюрьму. Все вокруг меня погибает, все вокруг меня исчезает, говорит наш персонаж. Исчезает что-то и внутреннего самого. Это опустение самого его. И это нас сразу же вводит в важнейшую оппозицию. В фильме я шести этих оппозициях крупнейших, важнейших, коротко скажу. Первая важная позиция – это наполненность и пустота. Наполненность и пустота. Мир, их жизнь невероятно наполнена. Нет вообще пустого окна в расписании. Но что они делают? Ничего. И там прямо он говорит про это. В Риме постоянно что-то случается, но ничего не происходит. Римские паровозики лучшие в мире? Да, потому что никуда не едут. Там буквально текста про это очень много. И вот эта наполненность, которая оказывается пустотой. Но если привязать эту наполненность и пустоту к шкале времени, мы выйдем на вторую оппозицию. Наполненность – это прошлое. Это вообще-то очень римское ощущение. Вот это наполненное прошлое. А где здесь ты? Помните пролог? Как эта женщина, вспоминаю, к нам курит на фоне какого-то бюста. Вот есть какой-то бюст, какой-то античный огрызок – и ты. И ты чувствуешь себя маленьким, никчемным, несчастным. И есть руины античности. Есть шедевры Возрождения. Есть величественные произведения Барокко. Эпохи Рисорджементо. Есть образцы великого итальянского кино середины прошлого века. А где здесь ты? Здесь Соррентино, конечно, вступает на очень рыхлую почву, потому что эти отсылки к великим фильмам прошлого, они, конечно, подтачивают и саму структуру великой красоты, потому что, конечно, с ними он не может сравниться. Вот здесь это количество отсылок – это тоже такая часть культурного багажа, культурного перевеса, по сравнению с которым герои и джепперы чувствуют свой культурный недовес. Это, правда, очень римское ощущение. Мы об этом часто говорим с друзьями, итальянцами, которые живут в Риме в том числе. И это прошлое давит. Это прошлое, оно по сравнению с бессмысленным, настоящим и пугающим будущим, оно, конечно, очень такая давящая часть их жизни. В мире больше нет ничего тонченного, Рим не тот, что прежде, качется в пропасть. Что вы имеете против ностальгии? Это единственное развлечение для тех, кто больше не верит в будущее. Очень смешно. Разогретый рис лучше только что приготовленного. Да, старое лучше нового. Это все про это. Это можно еще продолжать. Здесь вот все про это, на самом деле. Причем, если интересно, что это давящая красота прошлого, ты даже готов к ней прикоснуться, только ты не можешь этого сделать. Это тоже такая римская штучка, римская фишка, или даже общая итальянская, но римская в большей степени, потому что когда можно насладиться диалогом с Форнарииной Рафаэля или с этим знаменитым видом на Сан-Пьетро, из этой знаменитой замочной скважины на Витинском холме, есть такая буквальная замочная скважина, это ворота территории Мальтийского ордена, и там буквально, я это видел, в замочную скважину виден купол Сан-Пьетро. Но невозможно насладиться этим, кроме как ночью, полулегально, как будто украдкой, как вор, потому что бесконечные толпы туристов. Попробуйте насладиться Сикстинской капеллой Ватикана, Фреском и Микеланджело. Это вы не можете сделать в любой час, в любой день. Это толпы туристов. Вам хочется физически выйти оттуда. И начало через туристов нам это тоже дается. И вот буквально украдкой, как воры, мы можем на это посмотреть. И вот на эти первые оппозиции, о которых мы поговорили, наполненность, пустота, прошлое, настоящее, нанизывается и третье. Подлинность, имитация. Фальшивка и нечто настоящее. Здесь очень много имитаций, много ложного. Фальшивая скопь на похоронах, буквально инструкция, когда инсценировать фальшивую скопь на похоронах. Поддельные аристократы. Какая разница, никто не заметит. Они враждовали два века, для них это вообще обида и обидное предложение, но денежки. Сольди, сольди, сольди. И они вынуждены согласиться. Значит, современное искусство блекнет по сравнению с образцами прошлого. Это имитация, симулякор, пустой знак. Концепции нет, как заметил Ури, совершенно верно. Вы должны это формулировать, а она не может это формулировать. Кстати, роль играет, ну это как бы такой намек на Марину Абрамович, а играет эта очень крупная итальянская актриса Анита Кравус, которую я очень люблю. И, собственно, эта великая красота, она связана с этой фигурой вычитания, она буквально убивает, она буквально выдавливает в небытие. Ведь этот азиатский турист, то ли китайский, то ли японский, я уже не помню кто, он буквально ведь умирает не от сердечного приступа, он умирает, увидев этот вид, обнаружив этот вид с Яникульского холма, с площади Гарибальди, и буквально умирает, потому что он прихлопнут этой великой красотой. Вот интересно, да, почему погибает Рамона. С одной стороны, да, здесь очень важный момент, что она понимает, что не может сохранить свою эту навечно молодость, витальность, красоту, аниматичность. Но, с другой стороны, она это делает после той самой ночной прогулки. Она тоже как будто плюснута, прихлопнута этой великой красотой и не может жить. Понимаю, что этой красоты нет в этом мире. Оно все в прошлом. И, значит, заходя на территорию великого итальянского кино, Соррентин сознательно ставит себя, как я уже сказал, в выязвимую позицию, потому что он априори проигрывает и террасе, и сладкой жизни. Эти отсылки, которых очень много, даже слишком много, чрезмерно много в этой барочной, да, избыточной структуре, они призваны ведь не только будить радость узнавания, но и намеренно, на мой взгляд, призваны раздражать вас. Будить эти самые ugly feelings, да, неприятные чувства, о которых говорит эстетик Мгай, который разрабатывает эту антимиметическую эстетику очень интересную, да. Он намеренно нас этим всем, этой неустойчивостью, да, раздражает. Вот, и раздражать призваны и образы, которые работают на четвертую оппозицию, красота, мерзость. Вот некоторые критики говорят, а почему фильм называется «Великая красота?» Где здесь, простите, красота? Это какие-то фрики постаревшие, каких-то в странных нарядах, да, отбрыгаются в так музыке, которую не понимают, не чувствуют, да, и не замечают своей нелепости. Здесь вообще вспоминается такая бунюеревская метафора, если помните фильм «Андалусский пес» — «Ослы дохлые в роялях», да, значит, элегантен, как рояль, образ такой буржуазной культуры, а внутри это мерзость, да, «Гровы повапленные», как сказал об этом Иисус Христос, он так назвал фарисеев, да, «Гровы повапленные», то есть снаружи вроде как красиво, а внутри мерзость. И вот здесь много про это, конечно, и все это приводит нас, вот эта вот уродливость этого мира, приводит нас к пятой оппозиции жизни — смерть. Мне очень не нравится, я не согласен с этой точкой зрения, но один критик сказал, что этот подъем святой, этой Марии по лестнице — это спазмы смерти, да, однако вот здесь по сравнению между... Да, конечно, она тоже похожа на ту, которая одной ногой уже в стихии смерти находится, однако по сравнению со всеми этими она еще, может быть, даже более живая. Она, как минимум, знает, что ей нужно и ползет по этой лестнице. По сравнению с этими руинами прошлого эти вот наши персонажи, неизвестно, живые ли они, они, скорее, такие маски, и они более статичны, нежели эти вот дышащие, да, какой-то, пусть и обломками какой-то жизни, но жизни, да, вот дышащие обломками жизни эти руины. И, значит, тут не очень понятно, да, кто живой, а кто мертвый. И, между прочим, эпиграф, как уже сказал Ури, он тоже о движении от жизни к смерти. Сейчас не буду цитировать все, но наше путешествие ведет от жизни к смерти. Достаточно закрыть глаза, это по ту сторону жизни, да, и вообще этот роман «Путешествие на край ночи», он очень созвучен по интонации картине «Великая красота», потому что там тоже история про путь к одиночеству, про циничное высменивание всего на свете, про такие мизантропические мотивы, это все в романе «Селина» есть. Но уже этот эпиграф задает главную, формальную, и уже шестую по счету, оппозицию движения и остановка. Если и фильм полностью строится на этом, на оппозиции движения и остановки. Если мы вспомним начало картины, это знаменитый пролог под музыку Владимира Мартынова, то мы увидим здесь бесконечно скользящую камеру Луки Бегацци, крупнейшего итальянского оператора, любимого оператора Соррентину. Ощущение головокружения, потери точки опоры. Вот правда хочется уже остановиться. И вдруг вот в это головокружительное движение, в эти доли шотс врезаются стоп-кадры. Или наезды на кого? На хористок, на девушек, которые поют это знаменитое произведение. То есть что такое наезд по сравнению с этими панорамами? Это некое всматривание, скольжение и отвернулись, и пошли дальше скользить. И всматривание, либо стоп-кадр, либо всматривание, наезд или отъезд. Но тем не менее это в другую сторону движения, движение вглубь, но не движение вскользь. Это очень важно. Как устроена следующая сцена на дне рождения джепа? Бесконечная, тоже движущаяся камера, очень много движения, музыкальная какафония, если помните, там в этот Евроденс вмешиваются еще и какие-то мексиканские мотивы, там слушать невозможно. И вдруг все-то прекращается, какие-то тоже или наезды, или броски вперед, и какая-то мелодия, какие-то там женщины за стеклом, некая остановка. А потом все и вовсе замедляется. И мы, наконец, впервые увидели джепа, главного героя. И мы поняли, что да, он король этих вечеринок. Да, он имеет властик испортить или их сделать прекрасными. Но этот джеп, он и относится к этому миру, и он в чем-то другой. Помните эту фразу, что его не только женщины интересуют, но и запах дома, где живут старики. Он чем-то отличается от остальных. Что-то в нем есть такое, что отличает его от других. Вот это чувственное начало, застренность внимания и интереса к этому миру, живой интерес к образам этого мира, жажда познания и так далее. И вот эта позиция движения и остановки, она, пожалуй, самая сложная в этом фильме. Она работает двояко. С одной стороны, этот мир имитации, смерти. Значит, он, конечно, призывает его двигаться, скользить, кружиться в этом подвороте событий, не останавливаться. Потому что остановка означает некую условную смерть, условный вообще выход из этого такого скольжения. А он хочет восстановиться, оглянуться, понять, куда он дальше идет. То есть этот мир движется, а он должен остановиться. С другой стороны, это движение, как мы выяснили, с помощью структуры, отсылающей нас к террасе сколы, оно ложное движение. Это на самом деле топтание на месте. Это кружение на месте. Это видимость движения. На самом деле, все они статичны, все они стоят. А ему хочется, да, остановиться окончательно, понять, куда нужно двигаться и пойти, наконец. И он вроде как пытается двигаться. Кстати, там есть очень смешная отсылка, не знаю, заметили вы ее, к фильму Джона Шлезингера «Полуночный ковбой». Когда, значит, вечерний рим, или уже даже ночной, Джеб переходит улицу, и вдруг какая-то машина едет прямо на него, и он показывает ему, ну ты чего, я же здесь иду. Это знаменитое, ну, по сути, бровями. Тони Сервилла отыгрывает знаменитую реплику Дастина Хоффмана из «Полуночного ковбоя». Ты там куда прешь, я здесь иду. Это опять же, да, его призывают остановиться, а он идет, он хочет двигаться. Это тоже образ движения. И вот в этом смысле финальные образы картины, финальные части, они вот ровно посвящены этому, да, этому движению и остановке. Вот уже я упоминал этих чертовых фламинго. Вот как к ним относиться? С одной стороны, красиво, правда, прилетели такие фламинго. С другой стороны, ну, чудовищная же пошлость, ну, согласитесь, да. И мы должны вот этому или умиляться, у нас должна челюсть отвиснуть от этих, великолепных, правда, фламинго. Или же мы должны улыбнуться, потому что это все не может же быть всерьез. Но на самом деле, как мне кажется, эти фламинго работают больше на другое, вот на эту метафору движения и остановки. Что делают фламинго? Они летели и летели. На террасе джеба остановились и улетят, а он останется. Они движения, он остановка. Рим, это жизнь, в которой он живет. Это такой перевалочный пункт у туристов. Между Парижем, я не знаю, и Палермо, условно говоря, да. Это не то, что движется, не то, что живет. Это, опять же, римское ощущение такой глубокой провинции, которая когда-то была центром мира. Но теперь это глубочайшая провинция, к сожалению, да, покрывающаяся пылью. Далее мы видим святую, которая ползет по лестнице. Опять же, движения. Эти все буксуют и стоят, она хотя бы знает, что ей нужно, и знает, куда ей нужно двигаться. С другой стороны, святая у нас изрекает действительно чудовищную по своей банальности фразу. Ты знаешь, почему я им корешки? И ты так напрягаешься. Да, сейчас это такое будет интересное. Наконец-то мы ухватим суть, потому что корни – это важно. Но, мама дорогая, это же просто кошмар. Пошлость чудовищная. В плане банальности и туристичности высказываний. Однако, самое забавное, что вот это пошлое банальное высказывание помогает Джеппу найти свой путь. Вот это движение, значит, как-то, ну, ну, как бы сорваться с точки, если хотите. Обнаружить это движение в себе, импульс к движению. Потому что она-то, наверное, говорит про что-то почвенническое. Италия, итальянская культура, великая, значит, там, католическая церковь. А он, как я это понимаю, Ассорентина очень повернут на психоанализе, как мы знаем из сериала «Молодой папа». Даже, может быть, излишний там такой прямо жесткий психоаналитический движок в «Молодом папе». Так вот здесь, конечно, это психоаналитические коннотации у этого, потому что это помогает ему вспомнить ту точку и того персонажа, который связан с тем положением и вообще со всем движением его в жизни. И вообще, как он оказался вот сейчас здесь. Это Джулия, которой он был влюблен, которая его бросила. И это, видимо, заставило, выгнуло его из Неаполя в Рим, заставило стать королем вечеринок, написать этот великий роман, потом замолчать, потому что травма была неотработана. И вот теперь он вырывается из петли времени и готов что сделать? Писать дальше роман. «Меня не заботят, что будет дальше», он говорит. «Пусть начнется этот роман». Это очень похоже на финал «Восьми с половиной», когда режиссер наконец понимает, про что делать следующий фильм. Или же ту надежду, которую Феллини оставляет в финале «Сладкой жизни». И Феллини, кстати, сам говорил про «Сладкую жизнь». Следующее. Говорят, что этот фильм ужасает. Но почему он ужасает? Что может быть ужасного в таком нежном повествовании, именно исполненном нежности? Хотя мой фильм представляет собой панораму траура и руин, эти руины освещают такой яркий, такой празднично веселый, такой золотистый свет, что жизнь становится сладостно приятной. Оно все равно сладостно, пусть даже рушатся развалины, и загромождают своими обломками свой путь. Мне кажется, что я выражаю надежду, но не отчаяние. И в этом смысле финал фильма, я совершенно согласен, это хэппи-энд. Да, герой вырвался из петли времени, наконец приступил хотя бы к формированию замысла второго романа. Он наконец сошел с этой вот мертвой точки. Это прекрасно. Но если бы все было так просто, помните, фигура неустойчивости важнейшая в этом фильме. Если бы Соррентина мог, а вся структура фильма дальнейшая, где-то такая поливалентность, амбивалентность, такая вот... Есть запасной микрофон. Да я уже заканчиваю. Спасибо большое, Ори. Да, я намек понял, мы близимся к финалу. Он не может, эта структура фильма не может ему позволить закончить фильм однозначно. И вроде бы точка надежды, и вроде бы все хорошо, но дальше мы видим не облегчающие нас сегодня титры. Пошли на черном фоне титры, мы выдохнули, все кончилось хорошо. А дальше снова изображение. И дальше начинается для меня такой триллер, такой саспенс, которого я на титрах не испытывал никогда. Что мы видим? Мы видим движение. Движение на кораблике, по тибру. И эти мостики, мостик, мостик, мостик. К чему оно нас приведет? Это очень важно. В этом фильме, где все насыщено кодами, любое завершение будет архиважным. Извините, здесь два варианта. Ну, тут много, на самом деле, там можно приплыть куда-нибудь, да? Как кончается? А, нам остановили, кстати, да? Мы не поняли. Сейчас вам сейчас расскажу, как кончается фильм. Кораблик никуда не пришвартовывается, он плывет. Но дальше начинаются все более частые, частые мосты. И начинается эта оппозиция тьмы и света. Вот мы входим под мост, тьма, и как удобно уйти на титры. Дальше уже титры на черном фоне пустить, правда? Потом он выходит на, значит, вновь на белый свет. Потом вновь тьма, да? И ты начинаешь думать, человек, а как ты закончишь Павлу Соррентьеву? На тьме или на свете? На движении или на остановке? Это же архиважно. Тут я уже начинаю просто потеть к концу фильма, да? Потому что это все смыслово очень важно, семантически нагружено. И мы подплываем к мосту Санта-Анджело, да? Святого ангела. И вот мы уже входим под этот мост. И у нас кадр заполняется темнотой. Хлоп и копирайт. Такой это год. И ты думаешь, черт подери, фильм кончился мраком, темнотой. Значит, это вот хэппи-энд не такой уж и хэппи-энд. С другой стороны, фильм кончился движением. То есть мы никуда не перешуртовались, мы движемся дальше. Ну просто нужно же уйти человеку на копирайт. Но мы же выплывем из этого моста Санта-Анджело, да? Мы же выйдем из него. На этой же жуткой двусмысленности он и заканчивает кино. Понимаете? Вот так же в подвисшем состоянии. Он не хочет говорить ни «да» про хэппи-энд, ни «нет» про анхэппи-энд. Потому что сама структура фильма про это. Вот. И это интересно, что даже вот этот уход на копирайт здесь уже смыслово просто очерчен. Очень ярко. Если возвращаться, я уже закругляюсь, к этой триаде сладкой жизни, терраса и великой красоты, то мы видим, что в этих фильмах последовательно авторы убирают политический дискурс, какие-то очень острые политические проблемы. И я не согласен с одним из критиков, который говорит, что, о боже, Соррентино посмел вообще надругаться над коммунистической партией. Там же эта самая Стефа, она же абсолютно иронично и даже не иронично, а почти саркастично иллюстрирует отношения с Орентинно-Коммунистической партией. На самом деле, в террасе Сколы уже это есть. Уже есть очень ироничное, очень дистанцированное отношение к этой коммунистической партии. Кстати, я не сказал, это важно. Тоже еще одна отсылка к террасе. Почему-то я где-то проскочил. Вот эта Стефания, она с одной стороны коррелирует с персонажем, там есть такой в террасе Сколы персонаж, депутат от коммунистической партии. У него есть такая боевая подруга, которая его ровесница. Они не расписаны, потому что они представляют эти пошлости мещанской жизни, но они вместе и, значит, вот они постоянно рядом. Они не любят друг друга, но они вот именно такие боевые друзья. И он влюбляется в такую, значит, тоже саркастичную женщину, похожую на нашу Стефанию, и за этим сарказмом, язвительностью и категоричностью, максимализмом ощущается хрупкость и уязвимость. Это очень коллирует с образом Стефы, но самое забавное, что кто играет эту самую, вот, значит, девушку, в которую влюбился наш Виторио Гассман, Стефания Сандрелли. Стефания у Соррентино и Стефания Сандрелли уверен, что это не случайная корреляция. Это к слову. Так вот, уходят эти политические коннотации, человек интересует, за что и ругают Соррентино в Италии до сих пор, интересует вне каких-то больших нарративов, а сам по себе очищенный от них. Это уже новый век, новое время, и это уже не время больших нарративов. Нарастает ирония и дистанция. Она уже есть у Феллини, ее еще больше у Сколы, и она совсем чудовищных размеров у Соррентино. И, конечно, подключение к персонажам у Феллини. Мы больше чувствуемся в эту ситуацию, и нам более симпатичны Рубини, у Сколы больше дистанции и меньшее подключение. И еще более меньшее подключение из-за этой неустойчивости у Соррентино. И это очень интересно посмотреть, как вообще такое итальянское кино делает такой вот крюк некий, циркокультурный, от сладких жизней, через террасу к великой красоте, которая, конечно, является великой красотой в кавычках. У меня все, друзья. Спасибо все за подробный разбор. У нас, к сожалению, практически не осталось время на ваши вопросы, как обычно у нас, формат такой, что вы можете что-то спросить или высказать свои замечания. Я напоследок скажу только две фразы, чтобы отметить как бы может различие, а может сходство как раз наших подходов. То есть мне кажется, что все вот очень хорошо. Я как-то бегло это все сформулировал, он сформулировал эти оппозиции жизнь, смерть, верх, низ, движение, остановка и так далее. То есть все эти, скажем так, дихотомии, все эти напряженные вещи. Мне кажется, то есть то, что я пытался сказать, что Соррентина как раз пытается снять эти оппозиции, не снимая их, а просто как бы сказать, ну да и пусть они будут. Вот в этом смысле. То есть эти оппозиции для предыдущих веков, скажем так, или предыдущих десятилетий, они были экзистенциально насыщенными. Человек разрывался между тем и другим. То, что пытается показать Соррентина, что можно, как вообще с этим быть, да, все время действительно ирония нарастает. Это ерунда, это ерунда, и так хоть жить, хоть что-то. Вот, может быть, можно занять мета-позицию по отношению к этому и взглянуть на все это не как на драматически разрывающие человека вещи, а как на, ну, жизнь такова. Типа того, да. Это очень Соррентиновский подход, между прочим, во слово скажу про молодого папу, он ровно на этом строится, все эти оппозиции там обозначаются и еще резче, чем вот в этом фильме, снимаются. Это очень Соррентиновский подход, поэтому очень точно вы сказали эти вещи. На этом мы вас отпускаем. Приходите в следующий четверг. Спасибо.